Приветствую всех и вся и туп сегодня я расскажу о титане молотоборцы которого также называют молотом войны показанного в манге атака титанов его появление также запланировано в грядущем четвертом сезоне аниме вы узнаете о его способностях истории особенностях и многом другом надеюсь на вашу поддержку лайк и комментарий обязателен наберем 2000 лайков и новое видео по этой замечательной вселенной не заставит себя ждать ну а я начинаю титан молот войны или титан молотоборец это один из девяти разумных титанов созданных и мир на протяжении значительного количества времени принадлежал семье тайбер семье элдийских аристократов предателей своей расы древнему роду который одним из первых восстал против элдийской империи они пошли на сговор с королем карлом фрицем и вместе развалили элдию тайберы являются союзниками морлийцев и жаждут уничтожить остров парадис и его жителей однако сначала стоит пояснить все чуть детальнее во время великой войны титанов когда король карл фриц устал от вечной войны между своими соплеменниками и самоизгнал себя и свой народ на остров парадис где в дальнейшем возвел великие стены и стер всем элдийцам память сила титана молотоборца оказалась у дворянской семьи тайбер которая отказалась следовать за своим королем и в свою очередь примкнула к морлийцам и внесла посильный вклад в развал элдии довоенного периода впоследствии молотоборец на протяжении ста лет оставался в распоряжении семейства тайберов и сила этого титана передавалась из поколения в поколение главы семейства поклялись защищать морлийскую нацию во имя притесненных элдийцев оставшихся в лицемерном плену старых врагов но за эти года тайберы так и не применили ни разу силу своего семейного наследия во благо своего народа однако волнение на парадизе провал миссии кадетов засланцев и прибытие эрона егера который завладел силой титана основателя меняет все последний глава из дома тайберов вилле тайбер решается на суицидальный поступок открыть морлийцам правду о титанах на фестивале приуроченному к окончанию средневосточной войны те самые знания которые ему поведала его младшая сестра у которой последние 13 лет и была сила титана молотоборца однако данное событие было частью плана по выманиванию эрона егера дабы завладеть его силой но у него был свой ответ на столь хитроумный и долгоиграющий спектакль разыграны вилле тайбером эрон прямо во время выступления вилле появляется на сцене и жестоко убивает главу семейства обладателей титана молотоборца после чего начинается настоящий ад в ходе которого на аванс сцену выходит титан молотоборец и начинает сражение с атакующим титаном как я говорил ранее силой титана молотоборца обладает младшая сестра вилле тайбера ее причастность к силе тщательно скрывалась на протяжении многих лет и даже самые близкие люди не знали о ее секрете до момента появления титана интересно что все разумные титаны так или иначе имеют какие-либо гендерные признаки но это не про титана молотоборца несмотря на то что у него женское лицо скрытое под естественным слоем брони похожую на решетку его тело принимает форму худого лысого гуманоида без женских черт в отличие от женской особи у которой есть грудь но это так слову титан молотоборец может воспроизводить и манипулировать строением своего тела плоть данного титана очень прочна и варьируется своим распределением по площади поверхности из своей плоти молотоборец благодаря своему воображению может создавать практически любое вооружение которое сможет посчитать нужным в определенной ситуации для своей защиты или атаки например боевой молот благодаря которому данный титан и получил свое имя также он может создавать различные шиповидные отростки вблизи себя и даже огромную пику который этот титан насквозь проткнул атакующего а впоследствии и вовсе сумел создать древообразный отросток который полностью обездвижил титана эрена но и на этом оружейный потенциал молотоборца не думает заканчиваться благодаря своей необычной структуре плоти и взаимодействию с окружающей средой он состоянии создавать гибкие компоненты своей плоти для оружия такие как тетива для арбалета который вполне боеспособен и стреляет снарядами или к примеру кнуты в виде хлыстов которые способны разрушить здание и причинить достойный урон противнику как и другие обладатели силы титана госпожа тайбер может восстанавливать любые ранения полученные в пылу боя получив непрерывный шквал разрушительных ударов от атакующего титана без какой-либо защиты она смогла полностью восстановить свое тело титана за считанные минуты и была снова готова к бою а еще шифтер титана молотоборца обладает уникальной особенностью которая проявляется во время активации титана так же как и женская особь молотоборец способен создавать кристаллический кокон способный защитить владельца силы титана на протяжении долгого времени как это было с и не леонхард как было показано далее структуру кристалла способен пробить только титан челюсти так как его структуры зубов и когтей по плотности во много раз крепче чем плоть любого из титанов еще одним фактом отличающим данного титана от всех остальных является то что шифтер может удаленно управлять телом своего титана а именно на расстоянии любой из шифтеров расположен в шейном отделе своего титана и оттуда управляет действиями титана а вот хозяин молотоборца находится на почтительном расстоянии и связан с титаном с помощью кабеля из плоти по которому проходят все мозговые импульсы владельца однако если кабель будет разорван то титан молотоборец тут же станет неактивным но это не отвергает тот факт что если у владельца останется достаточно сил то он снова может воспроизвести тело титана молотоборца но уже совсем другом месте хотя если уже известно то место где располагается шифтер в этом мало толка если наступающая сила превосходит помощи как это было с атакующим титаном который измотал молотоборца а затем с помощью титана челюстей смог раскусить кристалл где находилась госпожа тайбер и испить ее спинномозговой жидкости завладев силой титана также немаловажным фактом является то что форме титана молотоборца госпожа тайбер могла свободно разговаривать как это делают звероподобный и титан повозка в дополнение ко всему вышесказанному стоит сказать что титан молотоборец это отнюдь не груша для битья как относительно было показано в манге при должной подготовке которую например имеют эрон или райнар госпожа тайбер благодаря особенностям своего тела могла бы без проблем уничтожить эрона хотя по ходу повествования так и было но чрезмерная уверенность и несвоевременная пауза дала эрону время нанести свой удар благодаря микаси а керман ну а дальше вы знаете и так как стало понятно из всего вышеперечисленного титаном молотоборцем сейчас владеет эрон егер а ввиду последних событий манги где эрон стал непомерно имбовым и активировал силу основателя при этом высвободив всех титанов колоссов из стен парадиза мне стал интересен один факт это тело эрона благодаря силе молотоборца и его поразительные способности к воспроизведению плоти в огромных количествах плюсуя сюда координату и силу атакующего в данный момент мы можем видеть огромное конечно немного неказисты но все-таки устрашающие своей формой существо как я думаю тут точно не обошлось без силы молотоборца а что вы думаете на этот счет пишем все в комментарии мне будет очень интересно почитать ваши мысли по этому поводу ну а на сегодня у меня все понравилось видео и вы узнали что-то новое смело ставьте лайк подписывайтесь на канал если вам интересно вселенная титанов то непременно врубаем колокольчик чтобы не пропускать новые видео а я надеюсь они будут всем удачи и пока а а Субтитры подогнал «Симон»